Я ничего не понимаю, что ты хочешь от меня, что ты от меня хочешь? Вы меня свидетельствует, что я слушаешь. Почему? Ты не хочешь жениться? Не за какие-то бришки. Лучше один раз увидеть и потом прочитать, где, как ни в зрительном зале, можно уловить тонкий юмор и иронию чехова драматурга. Московский театр русской драмы показал в Центральном дворце культуры спектакль «Вот вы спрашиваете, как мы поживаем» по рассказам Антона Павловича. На входе в зрительный зал старшеклассникам достаточно предъявить виртуальный билет, купленный по пушкинской карте. Вам, вероятно, деньги нужны, а вы, бабушкицы, лимонные сами-то не попросите. Так, договаривались мы с вами по 30 рублей. Перед зрителем оживает галерея шаржа обывателей, в жизни которых вкусно поесть и сладко поспать – главная задача. Зрители вслушиваются в диалоги коротких, но ярких чеховских историй, Жених и папенька, размазня, розовый чулок, загадочная натура, пересолил и других. Такая школьная программа пришлась ребятам по вкусу. Мне очень понравился данный спектакль. Он прекрасно подходит по школьной программе. Он помогает нам лучше осознавать про считанное. У нас в школьной программе я не помню этого произведения. Вот сейчас познакомился. Дома приду, ознакомлюсь с источником. Действительно все входит в школьную программу. Ну и даже вот рассказ «Размазня» это идет как текст ЕГЭМ по русскому языку. Костюмы, в которых актеры играли сегодня. Ну и вообще то, как они это играли, дает почувствовать более глубоко те произведения, которые написал Антон Павлович Чехов. Мы очень долго ждали этого спектакля. У меня дети 9 класс. Заранее покупали билеты. Очень рады, что вот такая возможность есть. Пушкинская карта. С помощью вот этих выделенных средств я более самореализуюсь, развиваюсь в культурном плане и в общественном. Развивается речь подобная. Благодаря этому больше всего узнаю о общей культуре. Московские театры гастролируют в ЦДК с завидной регулярностью. Воскресенье здесь давали «Лебединое озеро», 27-го покажут комедию «Севастопольский вальс». Игра актеров, музыка, декорации – все как на большой сцене. Прекрасные декорации, прекрасные артисты. Готовы с ними посотрудничать по Пушкинской карте, потому что у них большая обширная программа именно школьная, именно для детей, для молодежи. Над репертуаром Пушкинской карты Комитет по культуре и туризму работает совместно с Комитетом по образованию. На 5000 рублей, которые ежегодно зачисляются на ее баланс из федерального бюджета, пользователь успевает посмотреть по несколько спектаклей, а выставок и лекций и того больше. У нас подключена уже к программе Пушкинская карта пять учреждений культуры. Это театральный концертный центр, Центральный дворец культуры, Щелковский историко-краеведческий музей, усадьба Фрианова и Щелковская художественная галерея. По Пушкинской карте вы можете посетить несколько мероприятий городского округа Щелково. Это и спектакли, и концертные программы, и экскурсии в музеях, и лекции. Выбрать культурное событие можно в афише pushka.rf или kultura.rf, в мобильном приложении госуслуги «Культура» или на сайтах учреждений культуры. Обладатели Пушкинской карты, школьники и студенты от 14 до 22 лет – идеальный возраст для культурного обогащения. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...